3CX это платформа, идеально подходящая для сферы гостеприимства, о чем мы сегодня вам и расскажем. Ну и у компании Funvel есть целая линейка продуктов специально для отелей, о чем, конечно, сегодня тоже нельзя не рассказать. Поэтому, так или иначе, эта тема и эти заказчики являются для нас важными, интересными, и многие наши партнеры прекрасно с ними работают. Давайте начнем и узнаем, почему, по нашему мнению, 3CX это именно идеально подходящая коммуникационная платформа для гостиниц. Я знаю, что у нас в чате и вебинаре достаточно много новых партнеров, поэтому, конечно, нельзя пару слайдов кратко не представить вообще в принципе компании Appymatica. Мы являемся дистрибутором решений для IP-телефонии, для видео-аудиоконференц-связи, видеонаблюдения, домофонии, сетевой оборудования и так далее. То есть, вообще, в принципе, портфель продуктов достаточно широкий и разнообразный. Естественно, все целиком объять нельзя. И даже говоря о сфере гостеприимства, ну, понятно, что в отелях можно использовать и, естественно, и видеонаблюдение, домофонию, другие продукты, сетевое оборудование, конечно же. Но мы сузимся сегодня немножко в нашем рассказе именно до уровня IP-телефонии, поговорим про конкретные бренды. Ну, если кому будут интересны все продукты компании Appymatica, пожалуйста, нашим менеджерам, мои коллеги с удовольствием все вам расскажут. Конечно, объять необъятное за один вебинар не получится. Компания работает с 2008 года, показывает отличный темп роста. У нас больше 100 сотрудников в России и СНГ, так что можете доверять нам и нашему опыту, ну и в том числе в отельных проектах, которые мы тоже реализуем уже далеко не первый год. Касательно продаж коммуникационной платформы 3CX, за консультациями и за, ну, собственно, приобретением лицензии можно обращаться в любой из наших офисов в России. Два офиса в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане. Ну, и здесь, наверное, только наши продажи 3CX в Беларуси немножко уделяются. Партнерам из Беларуси мы предлагаем обращаться тоже в московский офис напрямую. Вот такая специфика. Так что всех наших партнеров из России и стран СНГ приглашаем к использованию этих продуктов. Никаких тут сложностей нет и все процессы налажены в любой из пяти стран. Конкретно говоря про 3CX, так что тоже здесь нельзя не похвалиться в том смысле, что мы являемся титановым дистрибутором 3CX и сертифицированным тренинг-центром в России и странах СНГ. Проводим регулярные обучения, семинары, мероприятия. Наши лучшие партнеры фотографии во время поездки на Кипр в офис 3CX и так далее. Так что у нас и у наших инженеров тоже есть максимальная компетенция по работе с этим продуктом. С удовольствием готовы ими делиться с вами. Непосредственно после такого представления хочу перейти к сфере гостеприимства, немножко поговорить про особенности этой сферы. Может быть, если здесь есть партнеры, которые давно с нами и смотрели предыдущие версии презентации этих вебинаров, мы примерно с 2016 года регулярно обновляем презентации по решению для сферы хорика. Раньше пытались объять все и вся, в том числе говорили про необходимость Wi-Fi для гостиниц, видеонаблюдения и так далее. Да, это, конечно, все бесспорно. И мы, естественно, призываем вас реализовать комплексные проекты, включающие и видеонаблюдение, полностью сетевую инфраструктуру и так далее. Но сегодня все-таки больше застрим внимание именно на телефонии. Ну и здесь законодательство нам помогает в том плане, что в отеле хоть четырех звезд, вот 15 номеров, обязаны быть установлены телефоны в каждом номере. Ну, телефоны или какие-то средства связи, коммуникации. Притом, мобильный телефон таким требованием не отвечает требованию классификации гостиниц. Это должно быть именно стационарное устройство. Более того, в номерах категории «сьют» и «выше» должно быть минимум два устройства. Телефон в комнате и устройство связи в ванной комнате. Ну, как устройство экстренной связи, в первую очередь, подразумевается, ну и просто, чтобы можно было куда-то позвонить. Конечно, многие ательеры, владельцы гостиниц, эксперты понимают, что часто все эти аппараты, они, в принципе, не нужны постояльцам. И вообще мало кто звонит, ну, разве что на ресепшн что-то спросить. Ну, в общем, у всех уже есть какие-то современные средства коммуникации. Даже если иностранные постояльцы в роуминге, мне в первую очередь нужен все-таки Wi-Fi. И здесь, конечно, подтверждается важность сетевых технологий тоже в гостинице. Но в любом случае гостиницы просто должны ставить эти устройства, иначе они не пройдут классификацию. Это точно действует в России, но и, насколько я знаю, в других странах СНГ примерно такие же правила. Ну, если уж это в любом случае надо делать, то нужно делать это хорошо, с пользой, так, чтобы и гостям, и самой гостинице была польза и комфортно использована у всех этих устройств. Мы получаем запросы от самых разных проектов, как от крупных объектов гостиницы на 200-300 номеров, так и от мини-отелей, апартаментов, ресторанов. Ну, то есть вся сфера хорика, она так или иначе пронизана необходимостью быть на связи, необходимостью иметь качественные коммуникации. Притом, естественно, специфика везде разная. В мини-отеле это скорее будет запрос на домофоны, какие-то такие экстренные средства связи. Там нет необходимости, может быть, даже вообще ставить телефон в каждом номере. В апартаментах тоже это может быть домофоней в первую очередь. В ресторанах, наоборот, сотрудники более мобильные. Хостесам и другим сотрудникам нужно иметь переносную дек-трубку, например. Ну, и вообще вопрос высокой мобильности, он, конечно, стоит не только в ресторанах, а во всей сфере. Понятно, что в гостиницах тоже есть огромное количество этих сотрудников. Поэтому часто у нас также запрашивают дек-телефоны, ну, или наличие качественного мобильного СИП-клиента. Здесь можно решить так и так решение по дек-телефонии. У нас тоже есть отдельные решения, отдельные бренды, которые этим занимаются. Сегодня подробно про это говорить не будем, но это, откровенно говоря, не моя личная вотчина. Я, может быть, не очень компетентен именно здесь. Но с помощью качественных мобильных приложений также все вопросы прекрасно решаются. Это как раз, например, с помощью платформы 3CX. Ну, мобильные приложения действительно у 3CX классные. Об этом буквально на следующем слайде еще поговорим. И нельзя не заметить в этом году, что многие мировые производители, ну, наверное, как вы знаете, ушли из России. И если раньше в стандартах международных гостиничных сетей, ну, условно говоря, если в каком-нибудь Хилтоне было написано, что во всех отелях по всему миру должны стоять телефоны авая, то так и было. И это, ну, практически невозможно было никак перебороть. Сейчас мы все больше и больше сталкиваемся с тем, что гостиницы так или иначе работают, даже какие-то новые открываются объекты, но уже не могут поставить, ну, известные мировые бренды, западные. Ну, наверное, это не секрет, а можно сказать открытые. Авая, Майтл и еще несколько. И поэтому ищут альтернативные решения. Так что даже здесь мы видим уже наличие запросов и проектов даже в таких крупных международных сетях. Так что обращайтесь. У 3CX, ну, как и у Фанвила, на данный момент никаких проблем с поставками в Россию нет. Что же такое 3CX? 3CX – это программная коммуникационная платформа. Именно программная. То есть мы, по сути, предоставляем рецензионный ключ. Никак не ограничиваем пользователей в том, как и где они могут инсталировать программное обеспечение и разместить его. То есть это может быть собственный сервер выделенный, облачный сервер, Google, Azure, Яндекс.Клауд, все что угодно. Здесь все варианты доступны. Как кому кажется более удобным, надежным, выгодным, пожалуйста, в этом плане 3CX – очень удобная и гибкая платформа. 3CX – это не просто IP-ATS. Это именно что полноценная коммуникационная платформа, ну как вот даже не UC, как написано на слайде, а как сейчас модно говорить, UCNC, Unified Communication Collaboration, то есть объединяющая в себе самые разные модули и возможности общения для сотрудников и для гостей. Конечно, стандартный функционал современной IP-ATS – это в первую очередь, естественно, модуль IP-телефонии в 3CX реализован. Но это основное, что, конечно, должно быть в любой платформе. Так или иначе, люди продолжают звонить, без этого никуда не деться. Также в 3CX, кроме этого всего, есть другие возможности связи, но то, что, опять же, модным словом «омниканальность» называется. Чат, система сообщений, очень классно реализованные статусы пользователей, которые очень удобно можно ставить. И у коллег из разных даже корпусов отеля, из разных объектов даже в разных городах никогда не возникнет проблем, чтобы увидеть, есть тот или иной сотрудник на месте, что у него выходное, смена, или, может быть, он ушел на обед и так далее. Здесь, наверное, действительно у 3CX реализовано, пожалуй, круче, чем у любых других решений. Интеграция с мобильными устройствами – как раз то, что я затрагивал. Это очень частый запрос, очень многим нужный. И у 3CX тоже в этом плане никаких проблем нет. Приложение действительно работает классно и беспроблемно. Тарейку телефон отяжрет, пуши и давления работают хорошо, никаких с этим проблем нет. Но даже в личном опыте, достаточно много работая с другими приложениями, других производителей API-ATS, ну, действительно могу сказать, что приложение 3CX – это, наверное, лучшее из тех, что я видел и сам лично пользовался. Это вот одно из главных достоинств этой комбинационной платформы. Модуль аудио-видеоконференций, вебинаров, он идет как бесплатное дополнение для основной API-ATS. Из-за этого не нужно чего-то дополнительно доплачивать. Ну и в гостиницах это тоже может быть актуально. Тринги для сотрудников, какие-то вебинары, или даже предоставление услуг гостям, арендаторам конференц-залов, которые могут запустить онлайн-трансляцию в вебе, буквально там за несколько кликов транслировать ее в YouTube. При том, что для гостиницы это ничего не стоит, ну, то есть буквально ничего. Это бесплатный модуль, который уже есть в API-ATS. Эту услугу можно продавать, ну, по сути, за время работы с админа, который придет, поможет нажать на кнопки и запустить трансляцию. Ну, почему бы и нет. Интеграция с бизнес-приложениями в 3CX, конечно же, реализована. Ну, здесь в первую очередь мы будем говорить о отельных PMS-системах, Property Management Systems. Конечно, традиционные CRM-системы, такие как Bitrix, в отелях тоже используются, но не только. Контакт-центр, наверное, не самая популярная вещь в гостиницах именно, но есть действительно крупные отели и сети, они еще могут быть интегрированы как-то с туристическими агентствами или сами предоставляют услуги. Ну, то есть даже в гостиницах бывает такое, что поток звонков достаточно большой, нужно настроить массовые обзвоны, ну, например, с каким-то рекламным предложением или узнать о качестве представленных услуг, наоборот, обрабатывать большое количество входящих звонков, грамотно настроить AVR, распределять вызовы по каким-то не настроенным принципам. Ну, например, постоянный гость должен попадать к своему менеджеру по номеру телефона и так далее. Это, конечно, в 3CX все можно сделать, с этим тоже никаких проблем нет. И отдельный пункт, о котором нельзя не сказать, 3CX профессионально локализован на русский язык. Разработчики продукта и основной офис компании, штаб-квартира находится на Кипре, но в команде есть как в Оранде-департаменте, так и в Сейлс-департаменте достаточно много русскоязычных сотрудников, и поэтому перевод и веб-интерфейса, и админской панели, и всех материалов, и партнерского портала профессионально сделан на русский язык, с этим никаких проблем не возникает, как, может быть, в каких-то азиатских брендах, когда идет какой-то очень тупой Google-перевод некоторых слов, ничего нельзя разобрать. Здесь в этом плане все реализовано, действительно классно. Немножко про преимущества 3CX. Мы, конечно, сегодня не будем разбираться досконально в условиях партнерской программы, в каждой функции продукта и так далее. Постараюсь общими мазками дать какие-то общие информации, преимущества. Если кому-то будет интересно, в том числе по партнерской программе, конечно, обращайтесь, все обязательно расскажем, покажем. Ну и, конечно, заострю внимание на том, что более важно именно для гостиниц. Да, у 3CX действительно уникальна стима лицензирования. Сейчас на паре слайдов про это расскажем. Ну, во-первых, у 3CX есть два типа лицензий по функционалу. Professional и Enterprise. Для гостиниц обычно подходит лицензия Pro. В нее включены все необходимые возможности, весь функционал. Enterprise в первую очередь отличается наличием отказоустойчивого кластера, ну, по сути, дублирующей резервной АТС, но еще некоторыми возможностями, такими как расширенные возможности кастомизации интерфейса и так далее. Но гостиницы – это обычно не колл-центры аутсорсинговые на 500 операторов, не банки, не какие-то компании, где простой в работе на несколько минут может быть проблемой для всего бизнеса. Ну, поэтому гостиницы чаще выбирают лицензию Professional, где есть все необходимое, но она стоит чуть-чуть дешевле. Да, в 3CX есть бесплатные лицензии, так или иначе. Мини-отели, по сути, могут пользоваться бесплатной лицензией от 3CX и прекрасно себя чувствовать. Но любой заказчик может также протестировать не только бесплатную версию 3CX, но и лицензию любого объема любой редакции в течение 60 дней, обратившись к сертифицированному партнеру 3CX. Ну, естественно, любому на свой выбор. Так что все эти возможности есть. Есть фишка для партнеров приятная и важная. Ну, многие заказчики, конечно, против, и еще не все привыкли к подписной модели получения сервисов. Ну, хотя, конечно, все больше и больше мы сами уже в обычной жизни и в бизнесе привыкаем к тому, что за какие-то сервисы постоянно нужно платить ежемесячно или ежегодно. Ну, так вот, да, в 3CX есть только годовые лицензии, и это очень удобно, классно для наших партнеров, потому что из года в год можно получать предсказуемый стабильный доход. Ну, то есть мы знаем, что если мы работаем с этим отелем, он покупает на 3CX, такого-то числа следующего года, как ни крути, он так или иначе продает эту лицензию. Это очень удобно бюджетировать, планировать, и для многих наших партнеров, они так и говорят, что намного лучше продавать, пусть недорогие лицензии с года в год, чем, например, один раз реализовать проект, ну и потом все. В этом действительно есть свои преимущества. Я говорю, что штаб-квартира 3CX находится на Кипре, да, но юридически, и мы юридически работаем с 3CX, как с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, так что, тем более, никаких санкционных ограничений, никаких ограничений по работе в России у этого продукта нет, так что за это можно не переживать. Срок поставки, ну, по сути, один день. Действительно, как я говорил, это полностью программный продукт, ни к чему не привязанный, так что здесь нет никаких проблем. В зависимости от мирового кризиса чипов, от проблем, которые есть в логистике и так далее, ну, 3CX можно получить сразу, и здесь нет никаких проблем буквально сразу начать пользоваться всеми возможностями платформы. Да, и, ну, и, конечно, здесь нельзя не упомянуть, что у нас есть различные возможности поддержки партнеров, как новых партнеров, так и действующих, подарки, скидки, ну, особенно, если вы реализуете комплексные проекты в отельной сфере, у нас есть программа поддержки там, можно получить бонусы как от 3CX, так от Fanville, так и от нас целиком за реализацию комплексного проекта. Так что реализуйте проекты по телефонии на продуктах 3CX и Fanville, ну, здесь в этом смысле за нами не заржавеет. Ну, и для партнеров из России действительно важное замечание. У нас есть два юридических лица. Одно работающее с НДС, другое без НДС. Поэтому мы можем предоставлять в зависимости от модели ведения бизнеса партнера также лицензии как с НДС, так и без НДС. Обращайтесь, эти все возможности есть. На предыдущем слайде я проигнорировал один пункт, потому что здесь он более широко прописан. Уникальная система лицензирования в 3CX заключается в том, что лицензирование идет по одновременным вызовам. Не по количеству абонентов, а именно по количеству одновременных вызовов. Это крайне выгодно для отелей. В отелях много абонентских устройств, по одному или два в номере. Много телефонов, может быть, у сотрудников. Средства связи в общих зонах, какие-то экстренные телефоны или защищенные телефоны даже в каких-то общих зонах, в зоне банкоматов и так далее. То есть самих устройств абонентов может быть очень много, но люди звонят крайне мало. Звонков очень мало. И статистика это подтверждает. Поэтому, например, если количество абонентов насчитывает 1000, ставить классическую АТС на 1000 абонентов может быть очень дорого. 3CX лицензируется именно по количеству одновременных вызовов. И здесь может хватить, например, лицензии на 16 или на 24 одновременных вызовов. При этом абонентов можно прописать 3CX сколько угодно, до 10 тысяч. Так что в этом плане 3CX очень удобно и очень выгодно для отелей. Ну, конечно, для любых других предприятий, где очень низкое соотношение одновременных вызовов к общему количеству абонентов. Ну, например, на заводах примерно такая же ситуация. Но отель, отели – это самый классический, харизматичный пример в этом плане. И поэтому у нас очень много отельных проектов и в России, и по всему миру. Про интеграцию с отельными системами с помощью модуля отель, мы, конечно, чуть попозже сейчас затронем. Но замечу также, что эта возможность есть в обеих редакциях и в Professional, и в Enterprise. Таким образом, опять же, здесь гостиницам нет смысла переплачивать за редакцию Enterprise. Многие не видят в этом необходимости. И пользуются редакцией Pro, которая еще немножко дешевле. Ну, и в этом смысле действительно можно не брать более дорогую редакцию, можно взять маленькое количество одновременных вызовов. Плюс прайсы 3CX считаются в евро по курсу ЦБ без каких-то дополнительных надбавок, увеличений курса и так далее. Так что в итоге, ну, в рублях решения 3CX получаются для заказчиков крайне выгодными и интересными. Ну, повторюсь, да, на этом моменте часто у партнеров возникает вопрос, зачем нам продавать такие дешевые лицензии. Сразу это возражение превентивно от работы. Во-первых, как я уже говорил, вы будете продавать эту лицензию из года в год. Ну, по большому счету, один раз проработав проект, у вас будет предсказуемый доход в течение каждого года. Если у вас есть много таких проектов, то это все приводит к значительному кэшфлоу и к развитию вашего бизнеса. Во-вторых, опять же, мы призываем не только лицензии продавать, но и реализовывать комплексные проекты. Если вы поставите 3CX вместе с сервером, например, или своими услугами, своими компетенциями, с настройкой, плюс еще продадите телефоны, все это заинтегрируете, но, конечно, реализация проекта вы тоже можете заработать намного больше, чем те 10, 15, 20, 35% маржинальности, которые есть у партнеров 3CX именно на лицензии. Здесь, конечно, этим все ограничиваться не должно, но, опять же, за интеграцией с ПМС тоже можно предлагать заказчикам как дополнительную услугу и получать за это дополнительную выгоду. Ну, вот как раз небольшой рассказ про модуль отеля 3CX. В коробке реализована базовая интеграция с популярными мировыми ПМС-системами. Протей, Ромастер, Майкрос Фиделева, Опера, Бриллиант и прочие. Они, может быть, не самые популярные в России, это правда, но часто заказчикам также требуется какая-то более расширенная интеграция, более хитрая, ну, или также используем интеграции также и с другими приложениями, которые так или иначе используются в гостиницах, пусть они даже не основные для бизнеса, но все равно какой-то битрикс, постановщик задач. 1С, как минимум, тоже нужна, ну, куда без этого деться. 1С отель, конечно же, тоже. Поэтому наши партнеры такие интеграции часто делают сами, предлагают это заказчикам как дополнительную услугу, как дополнительную возможность, или делают это бесплатно в случае исключения контракта на проект в целом. Тут бизнес-модель работы вас как партнеров, может быть, любая, вы можете предлагать свои услуги, свои компетенции заказчикам в том виде, который вам кажется правильным, здесь мы тоже никак не ограничиваем. Ну, также есть у нас партнеры, которые такие модули интеграции, ну, в том числе и с теми же ПМС, продают как готовые модули. Если нужны будут контакты, советы, обращайтесь, все не секрет, мы, естественно, всем, чем можно, поделимся. Нельзя не обойти вниманием оборудование. Я уже несколько раз произносил название бренда Fanville. Ну, конечно, мы сегодня в первую очередь хотели поговорить про 3CX как основу, как платформу, но какие-то телефоны надо ставить в номерах. Вот мы предлагаем оборудование от китайского производителя Fanville. По сути, есть две основные модели, H3 и H5. Ну, собственно, линейка H от слова отель, тут тоже никаких секретов нет. Отличаются они тем, что в H3 физическая панель спереди, которую можно заменить и кастомизировать. В H5 есть экран, которым можно также поменять информацию на любом языке, в том числе на русском, поменять иконки, логотип отеля поставить. Ну, в этом плане кастомизация получается проще и быстрее. Но каждый из двух телефонов может быть в двух цветах, черный и белый. И каждый из этих телефонов может быть с Wi-Fi модулем. Ну и, по сути, он станет Wi-Fi с SIP-телефоном. Так что, таким образом, модели уже получается 8. Ну, потому что цвета, ну, то есть есть пересечение этих множеств. Действительно, отели – это одна из немногих сфер, где достаточно популярны Wi-Fi телефоны. В бизнесе, в каком-то таком вот использовании в корпоративном сегменте мы вообще, в принципе, не рекомендуем Wi-Fi телефоны и предлагаем более качественные решения, такие как DECT. Ну, или, опять же, в бизнесе, может быть, проще и лучше использовать то же самое мобильное приложение 3CX на смартфоне. Ну, вот в отелях есть своя специфика. Здесь все равно какое-то устройство поставить номер нужно, но часто провести Ethernet кабель в тумбочке, где стоит телефон, каким-то причинам сложно или невозможно. Уже сделан какой-то ремонт дизайнерский. Просто не хочется портить вид или не получается протянуть кабели. Ну, а Wi-Fi точка, она где-то в коридоре уже спрятана, поэтому здесь нам помогают Wi-Fi телефоны, ну, и в гостинице, действительно, это очень часто и популярные решения. Я упомянул про кастомизацию модели H3 с помощью физической замены панелей. Вот как это выглядит. То есть вот эта передняя панель пластиковая, она меняется, и мы можем сделать это в том числе бесплатно. Есть у нас программа поддержки партнеров, да, где мы предоставляем эти панели, но, честно скажу, что это совершенно небольшие деньги. В 99,5% случаев отели просто сами заказывают себе эти панельки, и никаких проблем никогда ни у кого не возникает, так что с этим тоже никаких сложностей нет. Ну, вот в отеле в Анапе в новом эта задача была решена вот так. Ну, да, и естественно, на каждой панели, конечно, можно прописать номер номера уникальный. Ну, то есть ваш номер 111, 102, 103, с этим тоже никаких проблем не возникает. Многие почему-то думают, что нужно, что панели будут одинаковые для всех телефонов, но, к счастью, нет, с этим тоже нет никаких проблем и сложностей. И нельзя, конечно, не упомянуть отдельно про телефоны для ванных комнат, как раз, которые тоже нужно ставить. Конечно, вот эта модель H2U, это в первую очередь просто классный, качественно работающий, приятный, легкий IP-телефон недорогой. То есть никаких проблем нет, его можно использовать абсолютно в любой сфере. Но в первую очередь, да, ну, собственно, по названию своему, он тоже входит в линейку H, он предназначен для именно отельной сферы. Сейчас есть уже три цвета у этих телефонов, белый, черный, красный. Может быть, кому-то такие будут нужны. Ну, наверное, здесь рассказывать про то, что этот телефон умеет звонить, у него есть клавиши, я, конечно, не буду подробно. Но все, что нужно, есть, да, и кнопка экстренного вызова, и, опять же, кастомизируемая панель на корпусе. Ну, и самое, может быть, одно из самых главных. Есть постоянный сток на наших складах этих устройств в любом цвете, так что обращайтесь, практически в любом количестве всегда под любые проекты можем предоставить. Ну, и цена на них действительно приятная. В этом плане с FUNWILL H тоже проблем нет. Интересный кейс, не могу также не упомянуть. Бывает в отелях, что используют домофонные устройства от FUNWILL для того, чтобы реализовывать возможность контроля входа непосредственно в номер. Ну, обычно делается в номерах люкс и вообще высокого класса. При входе в номер ставится вызывная панель FUNWILL I10 с одной кнопкой, и внутри ставится ответное устройство FUNWILL I10D, на котором есть две кнопки. Ответить и открыть дверь. Ну, то есть буквально постоялец, лежа на кровати, может нажать на одну кнопку, узнать, кто ему там звонит. Это может быть какой-то гость или обслуживание номера, или клининг, или еду принесли, или что угодно. Ну, и, соответственно, решить дверь, может он открыть дверь или нет. Решение также бюджетное, экономичное, простое, но интуитивно понятное. Никаких лишних кнопок, все как бы само работает. Так что такие кейсы у нас тоже есть. Не могу не отметить, что все телефоны отельной серии от FUNWILL, ну и, кстати, домофоны тоже, если мы вернемся к предыдущему слайду, куда же без этого, они не только официально подтверждены как совместимы с работой с 3CX, но они являются в первую очередь рекомендованными 3CX для использования своей платформы. То есть есть производители другие протестированные, совместимые, но вот именно FUNWILL отнесен в категорию рекомендованных IP-телефонов. Это открытая информация, вся информация есть на сайте 3CX.ru на русском языке, и все мануалы, можно туда зайти и все это посмотреть, скриншот, собственно говоря, с сайта. Так что здесь мы на 100% уверены в отличной совместной работе. Немножко про деньги нужно поговорить. Мы посчитали средний проект именно телефонизации, без сетевого оборудования, без видеонаблюдения. Именно вот комплексный проект телефонии на средний отель, 50 номеров, ну, средний ценовой сегмент, 3-4 звезды. Обычно это где-то 4-5 этажей, есть какие-то некоторые дополнительные помещения, или сауна, или ресторан. Ну, в общем, такой среднестатистический отель, в которых наверняка каждый из нас так или иначе бывал. Ну вот стоимость всего оборудования для полностью телефонизации этого объекта на первом этапе составляет в нынешних ценах, при нынешнем курсе, порядка 1 миллиона 150 тысяч рублей. Ну и при этом АТС от РСИХ программная нам обойдется примерно в 20 тысяч рублей в год. Ну, то есть здесь как раз реализовано то, о чем я вам говорил, что на первом этапе можно неплохо заработать на реализации комплексного проекта. И наши партнеры очень любят и радуются, и стараются это делать. Ну, а потом из года в год можно получать свою маржу на продаже, продлении программной АТС. Пусть это не так много, но как бы и делать особо ничего не нужно. И таких проектов, конечно, у нас может быть много. Ну и также введение заказчика дальнейшее, техническая поддержка, ну, от этого тоже никуда не деться. Так что свои услуги и компетенции можете предлагать заказчикам на протяжении долгого времени. Ну и немножко раскроем то, что входит вот в сумму оборудования на 1 миллион 150 тысяч рублей примерно. Здесь мы говорим не только про телефоны Fanville, которые устанавливаются в номерах. Ну, конечно, они тоже. Но также нам нужно подумать и о телефоне для администраторов, горничные, охранники, руководители, официанты. Контроль доступа на служебных входах, телефоне в общих зонах отеля. Все это так или иначе должно быть реализовано. Ну, поэтому вот эту стоимость мы, естественно, считаем при подборе лучших решений от нескольких брендов. Для всех сотрудников, всех зон отеля и всех гостей. Конечно, если просто говорить про стоимость там непосредственно телефонов Fanville H3, H2U, о которых мы говорили сегодня, ну, это, естественно, меньшие суммы. Понятно, что здесь мы считали более комплексные варианты. Про примеры проектов не могу не поговорить, но это, я думаю, достаточно быстро пройдем наше хвостовство. Вот, например, в отеле Grand Voyage в Алматы делали комплексный проект телефонии. Как раз и АТС, и оборудование все вместе. В ближайшее легальное к Москве казино, прямо на границе с Беларусью, там тоже был комплексный проект, но и в особенности было также использование мультисотовой DECT-системы от Gigaset. Как раз про то, что я говорил, когда много мобильных сотрудников, когда отель объединен с рестораном, ну, или казино в данном случае, очень много людей перемещаются. Здесь мобильное приложение 3Six может помочь решить вопрос для таких мобильных сотрудников. Ну, или, например, система от Gigaset. Очень часто бывают случаи, когда сотрудники просто с мобильными телефонами уходят куда-то в подвал или просто в дальнюю часть отеля, где нет связи, нельзя дозвониться, у гостей возникают какие-то проблемы, особенно если это бизнес-мероприятие. В общем, не надо так делать, должна быть качественная связь у сотрудников в любой момент времени. 3Six стоит в одном из самых отелей Алматы, еще в одном, Rixos. Ну, здесь, да, вы можете потом получить презентацию, ну, и перейти по QR-кодам или по ссылкам, как вам удобно. Почитать про них подробнее, естественно, это все есть в открытом доступе. Вот такой отель «Виллис» во Владимирской области тоже. Мы делали там, как раз было в том числе сетевое оборудование, ну, потому что без этого никуда, это также важно и для гостей, и для любого, ну, для любого бизнеса в 21 веке. Отель «Виллинг» в Алматы тоже кейс подробно написан, может перейти, там используется от S3CX. Относительно недавно реализовали комплексный проект телефонии в одном из самых современных отелей Владивостока. Вообще в Владивостоке у нас достаточно много проектов, там как-то вот отельная сфера последние годы активно развивалась. Посмотрим, что дальше будет, но пока что дальневосточный рынок как можно захватываем. Crown Plaza в Москве, там тоже был комплексный проект телефонии и IP от S3CX и оборудование. Ну, и вот там вот интересно, что отдельной задачей была интеграция от S-Bitrex 24. Успешно реализована, и в итоге все счастливы, и заказчик, и партнер, и мы, естественно. Так что никаких проблем здесь тоже нет. Ну, и вот то, что я говорил в начале презентации про проекты, возникающие на необходимости замены вендоров, ушедших с рынка. Вот, например, отель «Пальмира» в Москве, там был проект по замене оборудования «Авайя». Некоторые полезные ссылки добавлю. Во-первых, примеров проектов очень много, и в России, и по всему миру. Я могу прислать, кому нужна будет табличку с более полным списком. Или можете зайти на сайт 3CX.com в раздел «Кейс Стадис» и под раздел «Хоспиталити». Там привезло очень много проектов. На сайтах наших партнеров также, ну, особенно вот «Платиновых», «Титановых» партнеров. Такие компании, как «Деловой разговор», «Амнилайн», ну, или вот «Моим девайс», кейс, которых приведен на скриншоте. Также есть много проектов. Ну, здесь, опять же, получился проект «Еще один из Владивостока», про что я говорил. Так что всегда готовы поделиться различными примерами инсталляции 3CX в разных объектах с разной спецификой. Ну, и, конечно, в гостиничной сфере тоже. Документация по интеграции с PMS-системами также есть в открытом доступе. Переходите. Ну, и также, не могу не заметить, на сайте 3CX есть интересная статья «Телефония для гостиницы на 5 звезд». На русском языке ее можно использовать как такой небольшой рекламный промо-материал для заказчиков, что «Ребята, вот смотрите, как все клево, классно и работает». Если же вдруг вам нужны какие-то материалы в печатном виде, не в электронном, это тоже можно через нас получить. Если надо, будет обращайтесь. В принципе, на этом этапе все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в чате или пишите в комментариях к этому видео на YouTube. И вообще ставьте лайки, подписывайтесь, если вы смотрите нас в записи. Постарался. Ну, вроде уложились во время, постарался. С одной стороны, объять необъятный, но все-таки кратко рассказать о всех основных аспектах использования 3CX в отельной сфере. Если есть какие-то вопросы у вас, то пишите. Сейчас перейду в чат. Так, ну, наверное, камеру я пока выключу. Всем спасибо, кто был на вебинаре. За чатом еще несколько минут послежу. В случае, если у вас возникнут какие-то полнительные вопросы. Замечание еще, ну, что надо было показать красный шикарный H2U. Переходите на наш сайт. У нас, кстати говоря, сейчас открыто голосование для партнеров. На тему того, интересен или неинтересен вам этот красный телефон. Там и с картинками, и крупные, и вся красота показана. Можете выразить свое мнение, если хотите. Ну, естественно, это еще будем показывать так или иначе. В том числе красные телефоны тоже. Ладно, коллеги, всем спасибо. Я так понимаю, что вопросов нет. Пойдемте работать. Всем успешных продаж. До свидания. Субтитры подогнал Игорь Негода.